Это не просто урок, а интегрированные спортивные мероприятия. Именно так называет его организатор Александр Милиниченко, классный руководитель 1-го С 12-й школы города Одинцова. В этом году педагог принимает участие в конкурсе «Самый классный классный». Чтобы удивить гостей и порадовать ребят, открытый урок решили провести на льду. Я очень благодарна руководству Ледового дворца, всему тренерскому составу, вообще всем людям, которые здесь работают. То есть мы получили такой отклик, микрофоны, пожалуйста, микрофоны, задействовать экран. Да, обязательно для вас все это сделаем. Нам было выделено время даже для того, чтобы мы могли хотя бы одну репетицию провести на территории дворца. Все, что на коньках, оно немножко сложнее. Для учителя это сложнее. Но я думаю, что Александре Анатольевне удастся победить эти сложности, и она справится с поставленной задачей. Воспитание личности через приобщение к спорту. Такие задачи стоят перед учителем, претендующим на звание лауреат районного конкурса. В программе урока – интеллектуальный марафон, викторина и, конечно, соревнования. Всех участников разделили на две команды. Настрой у ребят решительный, особенно у вратарей. Если будут булиты, я буду отбивать. Поддерживают команды родители и старшие товарищи из восьмого С-класса. Ребята, отличившиеся в подмосковном первенстве – пример для подрастающих спортсменов. Александра Мельниченко напоминает воспитанникам «Спорт и лень» две вещи несовместные. Командный настрой первого С-класса ощутили и члены жюри. В команде все равны, потому что, еще раз повторяю, вы команда. Поэтому команду победила дружба. Мне очень приятно, что в нашем празднике принимали участие не только дети, но и ученики восьмого С-класса, наши наставники и наши уважаемые родители, папы-хоккеисты, которые во всем и всегда показывают нашим детям пример. Как ребенок пошел два года, и я вот уже второй год играю. А вы играете где? Российской товарищей хоккейной лиги. В завершении занятия флэш-моб «Большая страна, большие возможности» – таков девиз спортивно-образовательного мероприятия. Конкурс «Самый классный классный» проводится в Одинцовском районе ежегодно с целью повышения роли воспитания в педагогическом процессе. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.